При дворовой территории превратилась в трассу с интенсивным движением. Сокращая путь к магазину, газели, груженные продуктами, проезжают вблизи дома 142 по Московскому шоссе. Теперь жители жалуются на некомфортные условия, с детьми опасно гулять по дворе, и грязь такая, что ни проехать, ни пройти. Они разбили нам все, что можно было. Вот так вот мы ходим и живем уже с октября месяца. Вот женщина пожилая шла с рынка. Вот так дверь открывает ее чуть ли на ступеньке. Ладно, она среагировала, толкнула. Еще и матом. Мы с ними воюем. Мы, говорят, для них табличку повесили. Вот эта табличка. Заезд в магазин, это повесили они для выгрузки товара. Въезд в магазин через 100 метров, они здесь ездят. А на эту вывеску шофера сказали, мы обращать на нее внимание не будем. Где хотим, где нам удобно, там и будем ездить. Вот посмотрите, он едет, он здесь газует, и все равно он прется здесь. А здесь только газоны и газели. Вот сколько они тонн, представьте. Неужели там нельзя объехать? А вот мимо окон едут, они как танки едут. Вообще никакого покоя нет. Целыми днями. А не тут полсотни машин. С полседьмого уже едут машины. И до пяти вечера. Мимо окон дома, мимо подъезда. Это где это положено? Так-то ездить-то. Водителю сдать товар. Его не интересуют эти все проблемы. Когда строится что-то, когда что-то строится, предусматриваются все варианты подъезда и отъезда. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можете с нами пообщаться? За мной не хочется разговаривать, потому что мы уже ему надоели. Можете вы кого позвать? Заведующего, да? Сюда. Ну как от никого? Где она спряталась? Душ, конечно, нету. Она только была здесь. И не открыла. Она открыла дверь, подглядела на нас, и все, и закрыла. Потому что они знают, что они виноваты, поэтому не открывали. Перекрыть плитами, бетонными, перекрыть бетонные плиты мы не можем. Потому что и пожарная, и скорая приезжает. Приходится одно, или дежурить, или, извините, нехорошо говорить, а выйти мужчинам дома и стоять с инструментом в руках и наводить порядки здесь. Ну я не знаю, мы будем делать какие-то пакости, будем воевать. Что делать-то? Если компромисс между жителем и директором магазина не будет найден, то жильцы намерены составить коллективную жалобу и обратиться в суд. Продолжение следует...